В связи с участившимися случаями обнаружение обескровленных трухов вблизи территории ядерных полигонов приказывают 1. Провести работу среди населения с целью пресечения нелепых слухов 2. Расследовать обстоятельства происходящего выявить источник угрозы и при необходимости ликвидировать его 3. Создать особое подразделение повышенной секретности и возложить на него функции по реализации первых двух пунктов Кодовое название подразделения Охота Точка КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 Сегодня между 10 и 12 часами в заводском районе пропали два мальчика. Двойняшки, обоим по 6 лет. Имена детей Иван и Данила. Мальчики были одеты в оранжевые курточки. Мать детей уверена, что они тайно строили плод. Сёма, тут педаль газа нажимаешь и сразу 100 километров. Я не налюбуюсь. Вот так и еду. То нажму на газ, то отпущу. То нажму на газ, то отпущу. Просьба всех, кто увидит шестилетних двойняшек, звонить по телефону. Сёма! Я тебе перезвоню. Отойдите! Ну что же делать, а? Даже страховка формы. Отойдите, трогайте его! Ещё дальше, ещё! Я врач, не волнуйтесь, всё будет в порядке. Послушайте, вы говорить можете? Вы помните, где вы живёте? Пожалуйста, посмотрите на указательный палец правой руки. Срочно свяжитесь с мамой. Посмотрите на указательный палец. Ты всё ещё против? Против. Сентиментальность ни к чему. Я просто против. Сентиментальность здесь ни при чём. Я слишком долго живу, чтобы что-то чувствовать. Брёшь. Ты не знаешь, что такое ничего не чувствовать. А что ты знаешь, щенок? Я знаю. Ты же ничего не чувствуешь. Точно она? Она самая. Я как раз мусор выносила. И во дворе их встретила. А что ж она такая бледная? Мёртвая. Прости, Господи. Прости. Эск kotком. Всё. Мёртвая. Ой, Сёма, Сёма, даже не знаю, что тебе сказать. Да как вы можете думать о машине, о том, чтобы наврать мужа? Милочка, ты врач, вот ты о людях и думай. А мне в пору не о муже думать, а о его кулаках. Он же у меня тренер по боксу, Милочка, он же зубы в потолок справляет. Эй, девушка, девушка, давайте помогу вам, может. Да, помогите, я прошу вас, я не могу скорую дождаться. Ни фига. Давайте, вот так его. Ой, ё, всё. Вон моя машина. Да? Красивая машина, и вы симпатичная. Что, может, телефончик мне дадите тогда? Ой, 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 уехала. Гуд бай. Эй, самоубийца, медицинская страховка есть? Кузнецов Евгений Иванович. Ты кто такая? Да выключите, наконец, будильник на своих часах. Кто ты? Я хочу вам помочь. Я не спрашивал, что ты хочешь. Я спросил, кто ты такая. Вы попали в аварию. Я вас сбила. Тебе не страшно? Да вы шли на красный свет. И почему не должно быть страшно? Останови машину! Слушаюсь и повинуюсь. Послушайте, вам срочно нужно в больницу. Так что замолчите. Останови, я сказал! Останови, такси! Блин, зачем мне все это нужно? И вообще, зачем мне нужен он? Я нашел японца. Нужно позвонить. Мать! Мать! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Константин Денисович, вы что, оперировали? Но как же можно так? Вы же пили сегодня. Настенька, знаете, какой допинг запрещен на соревнованиях у снайперов? Спиртное. Доказано, что 100 грамм водки снимают порог принятия решения. Тот самый секундный порог, когда рука может дрогнуть. В нашей профессии это жизнь пациента. В профессии снайпера пуля может опоздать. Вытяните руки. Ну не бойтесь, вытяните. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Два мальчика-близмеца Ивана Данила, пропавших сегодня утром, были спасены неизвестным буквально четверть часа тому назад. Как удалось выяснить, дети соорудили плод и хотели плыть к Красному морю. По счастливой случайности плод оказался достаточно крепким. Как шестилетним мальчикам удалось соорудить столь прочную конструкцию, остается загадкой. Но это не единственная тайна в этой истории. Тайной остается как личность самого спасителя, так и ответ на вопрос, куда он делся с места происшествия. Но в любом случае, где бы он ни находился, спасибо ему. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Информацию дали хорошую. Я думаю, что здесь все пойдет. Так что хочу вас поблагодарить от нашей студии. Молодцы, как всегда. Здравствуйте, я видела ваше выступление в прямом эфире. Дебят, поклонницы сами приводят. Да, вроде как нет. Вы знаете, мне просто очень интересно, а вообще кто этот спасатель? Говорили о нем что-нибудь дети? Ну, дети сказали, что это человек-молния. А почему именно молния? Ну, как вам объяснить? Новое поколение, основой идеологии являются человек-паук, черепашки-ниндзя, ну и прочая нечисть. Ну, поэтому дети и назвали его человек-молния. Мол, двигался со свет скоростью, а глаза излучали свет. Глаза излучали свет? Ну, дорогая моя, ну что вы хотите? У детей стресс, испуг, переоклаждение. Поэтому что только в голову не придет. Да, да, конечно. Знаете, в общем, самая такая тысяча раз уже описанная героическая история, не случающаяся в жизни. Ищут пожарные, ищет милиция, ищут фотографы в нашей столице, ищут давно и не могут найти парня какого-то лет двадцати. Среднего роста, плечистый, крепкий, ходит он в белой футболке, кепки, знак ГТО на груди. У него больше не знают о нем ничего. Да не было на нем никакой кепки. Так, секундочку, вы что, с ним знакомы? Вы видели его? Нет, нет, извините, мне пора. Вы что-то сказали про кепку, то есть про ее отсутствие? Конечно, конечно, ее не было. Ну, то есть, если бы он бы даже и спасал бы детей, он бы потерял бы кепку в воде. Что-то вы темнеете. Мне кажется, вы слишком мнительны. Мне действительно пора. Извините. Знаете что, если будет скучно длинными вечерами, звоните. И что тогда? И тогда я приду и разобью скупку втребезге, а длинный вечер плавно перейдет в позднее утро. Ну, вроде как принято мужчине у девушки просить телефон. Вроде бы как. Ну, вроде бы как бы принято, что мужчина знакомится с девушкой, а не наоборот. А вы ко мне подошли сами. Железная логика. Есть одно но. Я к вам незнакомиться подходила. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Страшно все время убегать. Это не страшно, это унизительно. Лера, поехали ко мне. Между нами все кончено. Что мне еще надо сделать, чтобы ты это наконец понял? Лера. Лера! Бомбим, привет. 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 Привет, папа. О, привет. Чего так долго? На рабочей была. Знаем эту работу. Небось, встречалась с кем-то, да? Не-не-не, я на самом деле задержалась. От работы кони дохнут. Слыхала? Папа. Тебе какое меню сегодня? Обычное, пятничное? Я очень проголодалась. Ну, ладно, иди. Там тебе Милка стол держит. Через 15 минут все будет готово. Спасибо. Не, честное слово, не знаю, как ты этой травой наедаешься. Милка. О, Настя, привет. Привет. Здорово. Привет. Красин. Тележурналист. О, так это ж круто. Ты где его взяла? Вот пройдоха этот Красин. А ты что, с ним встречаешься? Мил, ну почему сразу встречаешься? Эх, Настя, мне бы твое везение на мужиков, а? Да какое это везение? Ну, а что? Сначала этот Константин Денисович, потом вот телерепортер, а у меня кто? То менты, то дворники, то он студенты. Да иду я. Мил, ни с Константином Денисовичем, ни с Красиным. Я не встречаюсь. Слушай, ну это уже твои проблемы. А то, что тебе везет, это факт. Мил, со мной такой странный случай произошел. Что еще более странный, чем знакомство с телерепортером? Кажется, да. Кто-то! Кажется, может, я когда скучал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй, парень! Который сейчас? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Семь! Какой семь? Я два часа назад из дома вышел. Вывозь. Семь. Выбрось твои часы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 За тобой пришла охота, танцор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok